Ну что ж, друзья, мы благодарим Вадима Куликова за подписку первого левела, а также Бимжу за подписку третьего уровня, это, между прочим, 700 рублев, на нашем Boosty.to. Напоминаем, что спонсоры получают ролик на 5 дней раньше релиза, то есть видят материалы гораздо быстрее всех остальных. Спасибо Еленате за 513 рублей через Donation Alerts, новый выпуск с этими загорами, а выпуски надо поддержать рубриком, золотом, лесом, подпиской, лайком, чем вы сможете. Спасибо вам огромное всем за поддержку и мы начинаем 61 выпуск. А у нас на очереди 61 выпуск рубрики Best Replays на goodgame.ru, с вами Баневур, за кадром Аспирант, А у нас играет орк против Хьюмана на карте Тиренас Станд, орк Кляйн Кук, ну это, видимо, какое-то сочетание трусов Кайлин Кляйна и готовки, может быть, какого-нибудь сладенького пирожочка. Сладенький пирожочек против Хьюмана Мастерка. Да, вообще этих оков очень много развелось в батле, и браток, и беркуток, и каких только оков не найдешь, поэтому, ну вот, почему бы Мастерку еще не присоединиться к этой гильдии оков. Ну что, игроки мало известны, наверное, они широко известны в кругах своей мамы, подъезда, но не очень хорошо известны в мире Варкрафта. Но, наверняка, игра выбрана не случайно, и сейчас здесь начнется какой-нибудь адский трэш, месилово, лютые герои, странные стратегии, какие-то дикие тайминги, выходы, застройки, в общем, ждем чего-то, чего-то сверхъестественного. Во-го! МК против Форсира, пока что об этом игроки не знают, вот Хуман будет играть через Маутен Кинга, отличный герой, особенно, особенно прекрасно будет заходить именно против Барсика, поскольку Барсик, в отличие от Блайда, в инвиз не уходит, и если МК дать раскачаться до третьего-пятого левела, то Барсютки не поздоровятся, будут волка пинать злые охотники почем зря. Посмотрим. Орг, наверное, будет играть по старой доброй стратегии Форсир, Таурен, Спиритволкеры, Райдеры, Гранты. И вот эта вся машина. Ну, в общем, тут фишка в том, что страта с Форсиром и Тауреном, у которых, как подсказывает капитан, спасибо ему, есть массово поражающие заклинания, такие как Чейнелинг, он же Чайник, Чейнелинг, нет, не то, Чайнвейв, как-то так называется, по-моему. Но он же Чайник, он же Молния, он же Удар током 220 и Тауреновская волна, они сметают всех кастеров Хумана, просто как ураган, ураган Клавдия в домике в США. Вот, но тут, скорее всего, никаких кастеров не будет, потому что МК с кастерами не очень дружно. Ну, конечно, я имею в виду Хумана, может взять Архимага вторым героем и поиграть именно МК АМ кастерами, но мне кажется, это слишком поздно. Теряет рабочего на криппинге, сразу видно, это мой уровень. И вот приходит Барсик на Харас, уже, наверное, пожалел, что нет, не пожалел, не пожалел. Грант пришел, посмеялся вместе с Барсиком над этим окружением, в общем, видно, что Хуман талый, Хуман вялый, и такого Хумана надо брать голыми руками. Ну, в общем, если с первого молотка не окружил 150 рабочего, минус второй крестьянин, кстати, там Волк доел. Вот его перезакажет, да, Орк пока контролит, смотрите, Волков перезаказывает, минус два крестьянина Хумана сделал, а с МК, скорее всего, мастерок планирует ставить Fast Expand. Ну, то есть, там очень простая метода, отгоняешь Барсика окружением через молоток, и потом ставишь эксп. Но первая часть плана у мастерка уже не срослась, так что не знаю, как он будет действовать дальше. Барсик покупает сапог, всего один, хотя, конечно, по лору нужно покупать четыре тапка для Волка, и бежит обратно. А в принципе, уже вокруг Форсира собралась достаточная толпа для того, чтобы как-то и от окружения, если что, уйти путем окружения собственного героя собственными же юнитами. Продолжает Харас Орк, молоток остужающий в бошку Барсятки, и минус третий рабочий. Есть еще Гранта, можно окружить без всякого молотка, но король окружений, мастерок, пока что окружает он, видимо, он учился окружать на моих трансляциях, с чем я его поздравляю. В общем, три молотка в молоко, Грантов уже столько же, сколько и футменов практически, плюс Барсик с Волками, с ОМОНы добавляют ДПСа. А Хуман через, ну, он как-то, вот смотрите, он нажал Тир 2, но при этом у него все равно 8 рабочих, он перестроил рабов, соответственно, у него будет меньше футов, и это сейчас будет сказываться. Вот еще одного фута не отводит. Окружил! Он окружил! Ээээ, конечно нет, конечно нет, Бонич, ну ты чего? По гайду Бонивура, по моей инструкции, окружение не получается, даже если ты 8 болтов кидаешь у одного юника. Так, ну может через баш? Ну, двумя футменами окружать уже довольно сложно, но он будет стараться. Третий футмен, израненный, весь истекающий кровью, но все-таки решился пойти со своими, видите, какой отчаянный, доблестный малый, надо его запомнить. Назовем его Павка Корчагина. Вот Павка Корчагин пока что, рискуя своей жизнью, сумел помочь своим, но в основном морально своим соратникам, убить злого толстого бугая. А что у Орка? У Орка, судя по всему, Тир 1. Нет, не понял, нет, он должен был нажать Тир 2. Что такое? Нет, Тир 2, скорее всего, Стронгхолд. Минус футмен. Итого, давайте считать потери. Значит, Торг потерял, Зеленорылый потерял всего лишь одного Гранта. Да-да-да, конечно, Тир 2, естественно. Два Бестиария, да? Это были два Бестиария. Я игру смотрю, естественно, один раз всего для того, чтобы не терять свежесть ощущений. Может быть, я где-то теряю в подмечании деталей, но при этом сохраняется вот эта именно новизна от увиденного. Новизна эмоций, новизна впечатлений. Так что я предпочитаю все-таки с первого дубля все записывать. Так, явно еще одного слабого футмена нашли волки. Ну, вы знаете, что волки отжимают от стаи слабых. И, ой, какой персональный телепорт. Что это было вообще? Да, это была неудачная персоналочка на собственный магаз. Болт! И вот этот вот уже болт надо было, наверное, все-таки принимать в ТП. Но тут слишком самоуверенно сыграл орк. Так вот, волки, они, как правило, выделяют в стадии какую-то слабую и больную особь. И дальше именно ее загоняют в угол, в кусты. И там успешно догрызают. Здесь классические волки у форсира. Они догрызали именно слабых футменов. Ну, вы знаете, потеря Барсика, она несколько выровняла шансы сейчас. Вот только сейчас и только в эту секунду у мастерка есть возможность, уникальная акция. Поставь экспанд без форсира и получи дополнительную прибыль в голде. Но что-то МК не спешит ей воспользоваться. Тут, кстати, магазин под базой. Да, я этот момент не отметил. То есть, я так понял, что печенька планирует вообще не уходить из базы Хумана и крепится прямо на несчастных представителях Альянса. Двумя футменами и МК можно окружить под магазином. Но это не про мастерка. Мастерок, он... Он же незаром-недаром зовется мастерок. Минус еще один фут. Так, ну а здесь отжимают райдера. Ну... Не, не отжимают. Болтов, наверное, больше нет у МК. Беги, беги! Да, он уйдет! На... На трех ХП убежал. На трех ХП убежал прыткий наездник. Но зато здесь терпит кузнечик за всех. Кузнечика сажают жопой на спичку. Есть еще маны на болт? Ну, наверное, нет. Он их слишком много. Бросал, кстати, да. Именно вторым героем взят Архимаг. То есть... Мастерок отказался. Да, и тут будет, естественно, кастер. Мастерок отказался от стратегии фаст-экспанда. Потому что Хуману противорков тогда играли. Фаст-экспы, Грифоны. Грифоны, там тертричная пигня. МК, паладин, блаблабмеджа добавляли. Слоу на сверчка. И сверчок сейчас споет свою последнюю песню. Сел в красивый шпагат. Волочкова бы позавидовала. Возможно, это и есть Волочкова. Ну, после ряда пластических операций. Давайте так и называть. Райдер схоронился в лесах. Домой не спешит. Ну, потому что, знаете, Райдер... Он сейчас занялся... Как это, когда сбегают из армии? Дезертирством. Райдер дезертирует. Он понимает, что дома его ждет гауптвахта. И три шлепка от Кадоя по заднице. Поэтому предпочел где-то в лесах отъедаться на шишках. Минус магаз. В общем, у мастерка все, так знаете, потихонечку, полигонечку... Ой, это что я тут? Я тут... Да, все, извините. Вы тут наблюдали полоску со звуком. Но я надеюсь, вас не сильно... Удручало. И тяготило. В общем, ситуация выровнялась за счет убитого форсира. Правда, Хуман Двити, он все равно с меньшим лимитом. Сейчас бегает. У него всего 38. Он растерял кучу грантов, несколько рабочих. И орка все равно так визуально побольше. Но здесь не будет Таурена. Соответственно, кастера вздохнуть с облегчением. Потому что... Ну, Shadowhunter, безусловно... Ой, минус еще один футман на Крикинге. Мастерок похож на классического российского чиновника, который разбазаривает казенных футменов. То есть вот... Возможно, он их какой-то себе в офшор отправляет в рабство. Я не знаю. Но... Такая расточительность, она очень похожа на какого-нибудь губернатора. То есть где-то в загашнике у мастерка эти футманы будут лежать под подушкой. Не знаю. Может быть, будут варить ему борщ, готовить ему кофе, стирать ему одежду. То есть он их просто... Он их просто выбрасывает. Посмотрите, вот сейчас еще один футман умрет. Отличный лайтинг-шилд. Ну, сорку доконтролил. А еще один футман умирает. Что тебе сделали футманы? Господи, мастерок. Ты за что их так не любишь? Сейчас минус два могут сделать. Просто минус два сейчас будет. Нет! Ты... Смотри, ты какой контроль! Лайка Скай. Лайка Скай! Все, реабилитируется на глазах, парень. Я думал, у него какая-то футманофобия. Там, не знаю, может быть, его в детстве какой-нибудь... Не знаю. Даже не знаю, кто. Кто может быть в костюме рыцаря? Может, какой-нибудь аниматор его отмудохал в пластиковом костюме рыцаря? Он с тех пор не любит футменов. Но вроде все. Вроде решил свои психологические проблемы мастерок. Но кладбище футманов за ним мы запомним. Чего их беречь, действительно? Бабы еще нарожают. Сорки. Инвиз качается. Здесь очень много кастеров. И орку для того, чтобы бороться с замедлением, со слову, потребуется спиритволкер. А он-то играет в райдеров. Напоминаю, он планировал... Вообще, мне кажется, здесь печенька не угадал со стратой. Потому что райдеры хороши, когда у Хумана есть экспант. И есть где разводить. А поскольку у мастерка всего лишь одна база, то и карта Терринастант к этой базе предполагает всего два подхода. Туда можно поставить по ферме и спокойненько контролить все эти подступы. Да? Ну, и как-то отбиваться. Ну, посмотрим. Это же бест реплей. Это явно все так просто не закончится. Приходит не то, чтобы застройка, но просто дружественный дипломатический визит на базу орка. Это сейчас очень хороший момент для того, чтобы все-таки не тпшиться, а побежать. О, нычку ставит! Ничего себе! Ресетка? Нет, не надо. Зачем? Не время рыбалки сейчас. Вот, Хуман уже второй Бору уничтожает орку. Орк пока никак не среагировал. Ну, то есть, это какой-то очень запоздалый приход. Это как ко мне из Минздрава пришли врачи после того, как я уже вылечился от коронки. А мне пришло уведомление, чтобы я не выходил из дома. Ресетка уже всех растерял к чертовой бабушке. Ну, конечно, в минус. А, и Хуман ставит нычку. Ничего себе они макро игроки. Вообще плевать. То есть, на полтосики оба ставят экспанды. Спокойненько. Ну, тут-то чинить надо. Чинить надо-то, Мейн. Мейн. Мейн у тебя горит. Мастерок. Ладно, ты футманов не любишь, но... Я бы не хотел быть, не знаю, там, родственником мастерка и жить с ним под одной крышей. Мне кажется, что он персональный компьютер ногой выключает с такой расточительностью. Ну, уже поздно пить боржоми, когда цирроз печени. Уже появился первый, кстати, спиритволкер и минус в Мейн. Просто на халяву. Человек пришел на базу корку, убил два Борова и мог спокойно делать ТП. Это уже был удачный заход. Но он предпочел сыграть благородно. Ну, правильно, а зачем? Зачем нам главное здание, если уже готово второстепенное? Я согласен. Я согласен. А то домов слишком много, знаете, мы ухудшаем экологию региона. А так все, один нет. Все-таки, смотрите, стали отстраивать мужики с мешками. Всегда удивлялся, как вот удобно держать мешок за пазухой, еще что-то строить. Там у них сколиоз у всех 100% с протрузиями. Так. Докрепливаем архимага. 35. Да, тут мы заметили, что у печеньки еще и недостаток лимита. Саплай блок, так называемый. Ну, нычка есть зато. Которую, впрочем, Хуман еще не разведал. Зато орк разведал нычку Хумана. И заслал самого страшного харасичьего юнита. Это жирная свинья-призрак. Свинья-призрак. Он просто с руки сейчас будет года 4, наверное, дамажит рабочих. Он-то тоже понял и полетел к своим. В общем, разброд и шатание. Вообще ничего не понятно. Бороу. Здесь Бороу. Видимо, для криппинга был поставлен. Ну, или у человека с онца слишком высокая на мышке ставил Бороу на своей базе, а поставился он где-то в центре карты. Ну, такой разведывательный, дозорный Бороу. Почему бы и нет. Так, заезд. Напоминаем, у Хумана снесли ратуши. Я уже ничего не понимаю. Вот волки, конечно, гораздо эффективнее харасит рабочих. Здесь ТП. Лучше бы тут окна мейн тэпался. И Хумана, конечно, визуально намного больше. Но орк под спидами. Куда смотрит полиция? Под спидами. Просто обмазался какими-то марками, облезался феном и ставит рекорды по бегу. Что тут Усейн Болт. Ладно. Значит, давайте подведем короткие итоги. А у Хумана теперь 2 тир 1 здания. Нычка пока не работает. Соответственно, ему потребуется некая сумма на то, чтобы запустить производство и добычу. У орка саплай блок был. Был куча боров, 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 борову в нор. Была разобрана принцессами в платьях. Ну вот теперь, конечно, все идет по сценарию арка. Но, правда, теперь ни у райдеров не осталось, в общем-то, для хараса. Окружаюсь с двух сторон. Слева мужики, справа бабы. Все село пришло отбиваться от зеленокожих, от зеленокожих троглодитов. Все. Отразили экспансию. Класс. Надо было еще в следующий раз детей малых взять. Ну вот рабочих. С совочками, чтобы они тоже били по башке. Пластиковыми совочками. Так. Ну что? Снова орка показывает великолепный архитектурный ансамбль. Он бурова ставит по всей карте. Я не знаю, какая раса. Он может быть думает, что он эльфом играет. И просто растит здания, деревья, нички. У каждой рощи, не знаю. В общем, видимо, он запланировал занять полностью правую часть карты. И начался на убору. Хумана прям много уже. Вот прям много. У них даже рифл добавился. Старый дед с ружьем. Потому что... А знаете для чего? Потому что молодые страстные футмены точно будут бросаться на горячих сексуальных сорочек. Со своими саблями наперевес. Поэтому нужен хотя бы один дед. Такой, знаете, старослужащий, который бы этих футменов усмирял. Подшумок минус экспант у Хумана. А, он плюнул вообще его отбивать. Действительно. Посмотрите. Харасит с орками очень эффективно. Строение с... Броней типа... Как это называется-то, господи? Я забыл, как называется эта броня. Ну, в общем, бетонные здания. Орк приходит сносить уже второе здание. Но второй мейн. Но тут Хуман вспомнил, что у него есть дети с совочками. Он может его починить. А сам все-таки немытьем-то катанем орку нычку снес. Орк, видимо, не шел с ним сражаться. Потому что его меньше. Видит ТП. Надо нажимать свой. Но Барсик опять раздал всем спидов. Зачем-то не уходит. Ну, видимо, он решил, что Хуман напугается иконками подковок над юнитами. И убежит во своясе. Но Хуман почему-то не убегает. В общем, такой запоздалый прибалтийский ТП. Не все вернулись из боя. И что у нас в итоге? В итоге снова у нас остались мейн на мейн. 27 лимита у несчастного печеньки. Ну, благодаря тому, что Барсик, он такой очень оперативный товарищ. Экстренно реагирует на ситуации. Мне кажется, если его укусит комар, то чесать прыщик он начнет только через неделю. В итоге снова все вернулось на начальную стадию. Только орков в два раза меньше. И у Хумана сейчас явное преимущество. У него уже два деда с берданками. Потому что деды помнят еще орков по первой части. Ой, куда же ты отбился-то от стаи, лошак? О-о-о-о! Ну, это просто фейл. Ну, все. Не, Маутен Кинг сейчас, конечно, будет мстить за деда. Но спиды, спиды. Корова уходит в ад срал. Давай, 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 давай. Опа! Все. Теперь он духостранник. Ну, тем вкуснее был молоток, который он поймал. Разменять Архимага на Баратрума, это безусловно выгодно для орка. Не, ну, если так будет играть мастерок, то, в принципе, шансы у Зеленокожего еще есть. Теперь нужно ждать Архимага, 52 лимита, папский лимит. Ну, я говорю, он, видимо, по моим гайдам учился. Прям чувствуется рука мастера Бонни. И по окружениям, и по соблюдению лимита, и по реакции на то, когда у тебя убивали мейн. Это, этот человек, это мой лучший подаван. Руководство от Краба прочитал от корки до корки. Так, что мешает, я не знаю, друзья, что мешает мастерку поставить перед своим мейном 3 фермы. И уже закончить этот харасс от орка халявный, да. Вот просто 3 фермы ставишь, и желание их бить у орка сразу резко пропадает. Но не таков наш мастерок. Он решает, что и без мейна справится. Поэтому все ресурсы отправляет на починку. Кстати, их уже осталось не так много. Сетки, сетки, сетки. Синий чинит всего 3 раба, минус все бурова. И Хуман решает, что он с базы орка не уйдет. И вот тут-то начинается та часть, благодаря которой этот реплейс получил статус бест. Мне кажется так. Значит, мейн все-таки с горем пополам падает, потому что все-таки 5 райдеров убивают его побыстрее, даже чем 20-40. 20-40, неплохо сказал. 20-40, вот так вот где-то. Около того числа юнитов. Снова почему-то АТП был, потому что у Архимага, скорее всего. Там алтарь, из него скоро дед выйдет. Но орк, видимо, отдает ему специально. Ну, сетка! Реакция будет? Нет? А зачем? Согласен. А райдеры просто все сетки потратили на детей. Нет, одна последняя нашлась! Из трусов достал, знаете, на НЗ на черный день. И Архимага снова лупят. Ему бы тэпнуться, но тэпаться-то некуда. И окружалите, да! А вот орк учился окружать, сразу видно. Не по моим гайдам. Да, орк сейчас символизирует пенсионный фонд. Он вообще не щадит стариков на этой карте. И снова одного юнита на героя разменял. Прекрасно. Ну, как прекрасно. Дело в том, что у орка, да и у хумана тоже, у них в обоих не осталось продакшена. Соответственно, вот то, что у них есть, это вся армия, которую они будут владеть на протяжении всей оставшейся части демки. Нет, продакшен все-таки есть. Ё-моё, там орка еще. У него выжил мейн, как? Он покупает дирижбомбель. Райдера, райдера! А он не может оглушеного, наверное, взять, да, дирижбомбель. Скорее всего, так. Ой, героям плохо. Есть ТП. Жми. Жми, ты что ж, ты ждешь этих болтов? Еще инвул потратил. За че, почи... Аааа, там же Слоу, ты не уйдешь. У тебя нет спидов, кузнечика жалко. Волочкова береги с молоду. Ну, я понимаю, там как бы над Волочковой домогаться-то некому. Там толпа баб за ней бежит. Это фанатки из Инстаграм. Ну, и вот эти вот женщины с курсов, как себе заполучить богатого, успешного мужика. Бегают за ней, пытаются получить у нее уроки бесплатные. Так, на базе у орка тоже разброты шатания. Мейн все-таки размейнили мальца. У мастерка остался один рабочий. Да, он армию разделил. Вот молодец какой. Так, ну и начинается трейд-бейс. Или бейс-трейд. Как вам удобно. Кто быстрее расколотит здание. Дирижабль с тремя райдерами. Это экскурсии просто по Терринасу. А три райдера, ну, в общем... Заплатили за экскурсии. Вот висят, смотрят на свой стыкчего полета. Над происходящим. Вот, их к аборигенам высадили. Пообщаться. Абориген не хочет с ними общаться. Отвернулся спиной. Райдеры тоже, знаете ли, гордые. И решили тоже не трогать его. Раз ты отвернулся от нас, значит, мы с тобой никак коммуницировать не будем. И, значит, изучают, соответственно, элементы градостроительной политики Хумана. В это время Маутен Кинг с кучей баб все-таки снова находит таракана. Таракан телепортируется. А куда? Ох, ты ж хитрая жопа. У него еще одна нычка. В загашнике. Молодец, печенька. Так, у печеньки, короче, все-таки одна нычка работает. Соответственно, армия будет прибавляться. Здесь адский харас. Дирижабль, ты куда-то зачем бросил своих? Да забирай ты их. Забирай райдеров, улетай. Что ты делаешь? Пилот пьяный. Райдер такой, меня возьмите, возьмите меня. Пилотируйте, пожалуйста. Заберите, я билет купил. А пилот просто полетел без него, прикиньте. Не, ну не скотина ли? Ну и так и смотрят друг на друга. Горящий вертолет и горящий несчастный волчевсадник. Три юнита Орочих отгоняют всю армию Хумана. Потом посчитали. Видимо, Барсик еще и в математике плох. Он не очень хорошо соотносит количество своих и вражеских войск. Посчитал. Да, да. 44 миллиона больше, чем 4. Да, поэтому надо бежать. Райдер пытается. Но его поставили в наушниках регги. И поэтому он с песней про Джана Губах не мог быстро бежать. Он так, знаете, медленно, красиво уходил из заката. Да, сорки они такие. Они умеют соблазнить мужиков, после чего убежать от них уже практически невозможно. Волки на харассе. Но Хуман-то ничего не знает о нычке ворка. Какие качели. Да, там один рабочий пока добывает. Да, соплай блок. Нет соплай блока. То есть мы сейчас быстренько... Да, 14 на 37 лимит. А у Хумана больше армии. Если сейчас, в течение двух минут, он найдет экспант орка. То Хуман, скорее всего, победит. Но он, конечно, не найдет. Но хоть разведку. Но хоть кого-нибудь. Ты зачем он весь с орком изучал? Вон там у тебя крестьянин бесхозный. Считает шишки на елке. Может быть, его отправишь вниз? Ну, мало ли. Почему у орка так много? Почему он не выходит? Почему он до сих пор бегает? Ну, что-то у него должен что-то делать орк. Ну, эти вопросы не заботят мастерка. Он сейчас вспоминает, как он славно окружал юнитов вражеских в начале игры. Поэтому снова куча баб. Два евнуха, целый гарем у МК. Два раба, которые обмахивают Маутен Кинга и чистят ему молоток. Все бегут вниз. Да, 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 ты все понял. Красава. Так. Маутен Кинг возмущенный такой дерзостью от орка. Тут по-прежнему висит горящий самолет, параплан. Ему не дают разрешения на посадку. И снова минус здрасте. Минус нычка. Орк в это время под шумок. Он пытается разменять ошметки хуманской базы на свой экспанд. Пользуясь тем, что, опять же, даже один райдер в армии гасит здание бодрее, чем целая толпа женщин. А с героями так еще лучше. Сколько денег-то? У мастерка, понятно, саплай-блок. А что там у печеньки? Он успел хотя бы немножечко себе золотишки наковырять, для того, чтобы, ну, хоть еще парочку райдеров построить для бестрейда. Разведывательная вышка. Вот это подлость от хумана. Как шиперничку ставить? Осталось три. Здание наверху и два здания внизу у хумана. И башня. И башня. Люблю и башни. Так. О, не с теми парнями связался. Выжил! Смотрите-ка, а! Вот молодец. Вот мой простой русский мужик из глубинки. Пришел в город большой, там ему наковыряли, но он все-таки добежит до своей Рязани. И там сейчас снова возведет избу, разобьет огород и будет жить себе, пожевать и добра наживать. Так, хуман отправляется трейдить еще один бейс. Здесь минус. Здесь волк убивает. Короче, победит тот, кто быстрее убьет здание. Спасибо, Кэп. Спасибо. Обращайтесь. Здесь у нас Бороу строится вместе с вышкой. Да плевать вообще. Это же Бороу, его придется убивать часа полтора, решил Печенька. Остается. Сколько там последнее здание у хумана? Но хуман вышки натыкал, вышки натыкал еще по всей карте. Ай-яй-яй-яй-яй. А орка вот действительно уже запасных планов нет. У него последние неснесенные дома. Да, такая вот программа реновации от Сабя-Мканина. Деда уже никто не стал воскрешать, как вы понимаете. Ну а что, все равно как бы пенсионный фонд продолжает изводить стариков на этой карте. МК молодой. Внук решил, что и без деда справиться. Минус вышка. Еще одна ферма есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ферма и вышка. Но здесь надо на охрану ставить людей. Здесь нужно сажать какого-нибудь сотрудника безопасности с кроссвордом, с берданкой. Вон тебя ждет, бегает с ружьем. Ой, мне кажется, орк победит. А вот это наверху, что за квадраты, интересно. Это... Да, это баг текстуры. Нет. Да. Так, мы сейчас видим то, что видит мастерок. Это понятно. Они друг другу открылись давно уже. Ясно, что они видят. Видят все строения на карте. Еще одна ферма. Откуда деньги только? Это как раз деньги от проданных в офшоры футменов в самом начале игры, как вы помните. И вот последнее издание. Два гранта нет. Нет, здесь хумен победит. Он просто не даст убить свои последние дома. Минус два райдера. Дирижабль. Ага. Сетка. Минус райдер. Сейчас можно просто бегать, не знаю, там, кемтемкой, там, с... Да, хотя... Два здания осталось. Контролит он орочью армию. Но ферма последняя пылает. К ней надо прорваться. Давай, давай. Я почему-то за печеньку болею. Не знаю. Ну, просто я его меньше визуально. Так, у хумена остается реально последняя пылающая ферма. Он разделил свою армию. Надо же. Вот это контроль. А тут из-за леса крадутся два партизана. Волочкова и Акелла. С двумя Акеллами. Молтен кид, же, стой! Волочков, иди сюда, смотри, че покажу. Ты только на продольный, на поперечный шпагат садилась. Сейчас сядешь еще и на продольный. Ферма, ну, барсик, давай. У тебя есть инвул. Инвул есть. Волков не вызывают, потому что присты. Надо хилить. Ну, вызывай, пофигу, пускай присты, ману, где-то, как-то развади волков. Давай, пинбул. Добить ферму, кузнечик. Кого ты бьешь, кузнечик? Нужно ферму бить. О, боже. Два волка. Давай. Грызи, грызи ее. Грызи. Нет. У фермы осталось одно хп. Господи. Вот за это мы и любим Best Replace. Ну, что вам сказать. Наверное, орку было немного обидно. Я думаю, он пошел. Сейчас вот встал из-за компьютера. Пошел на детскую площадку. Нашел там какой-нибудь маленький деревянный домик. И расколотил его нахер с вертухана. Просто в щи за 15 минут. Топором разбил. Сжег. А потом залу сожрал. Отличная игра. Ну, слава богу, что это были не про. То есть мы поугарали над контролем. Который, в общем, знаком многим из тех, кто смотрит нашу рубрику. Потому что это контроль их уровня и моего уровня. Ну и, соответственно, развязка была, что надо. Как в том голливудском триллере. Спасибо большое всем, кто смотрел. Огромное спасибо ребятам, которые поддерживают нас лайками, репостами, подписками. И большое спасибо всем, кто подписывается на Boosty.tu. Список подписавшихся вы увидите на экранах. До следующего выпуска. С вами был Понич и аспирант. Рубрика Best Replace говорит вам до свидания на неделю.